Посчитать квадрат суммы Гаусс. Это самый быстрый, самый простой способ разобраться с тем, что же там будет. G1 в квадрате. Ну что это такое есть? Это сумма. А, О, П, Зида в степени А. Сумма берется по всем числам 0 до П-1. Умножить на сумму Б по П. Зида в степени Б. Сумма берется от 0 до П-1. Я для того, чтобы сейчас удобно было перемножать, в одном месте индекс суммирования обозначен буквой А, в другом месте индекс суммирования обозначен буквой Б. Но вы понимаете, для того, чтобы сейчас просто перемножить, по принципу, когда сумму умножаешь на сумму, каждая слагаемая на каждую. Замечательно. Что получается? Получается сумма, взятая по всем числам А и Б, то есть в ней всего в П квадрате слагаемая. Здесь будет символ Вижанга А, Б, А, Б, а здесь везде в степени А. Дальше на самом деле ничего такого особенно сложного нет. На самом деле у нас это было на этих лицах много раз. То есть просто вот такую сумму считать, считать, считать. Как говорится, да? Мне сейчас совершенно не проблема повторить это вычисление. Например, так, с кем-то делать. У нас ведь когда суммировались по парам А и Б, можно взять и зафиксировать сумму А и Б, и, соответственно, при постоянной сумме перебрать все варианты. Что это в данном случае означает? Это означает, что мы А плюс Б обозначаем новые буквы С и пишем, что С прибегает значение от нуля до П минус один. Обратите внимание, до П минус один. Потому что нас все время интересуют только остатки от деления на П, и поэтому если сумма получается больше, то мы ее сбрасываем и начинаем ее брать. Итак, сумма вот такая. Дальше пишем сида в степени С сумма. Так, что здесь будет? А умножить на С минус А в П. Где, опять-таки, А прибегает значение от нуля до П минус один. Каким образом вы считаете эту сумму? Во-первых, отдельно напишем случай, когда С равняется нулю. Это одна такая сумма. С равняется нулю. Здесь понятно, что происходит. Здесь будет просто минус А квадрат по П. Пишем. И далее. Будет сумма минус А квадрат по П. Суммирование происходит от нуля до П минус единицы. Потом поймем, чего это равно. Это очень просто. Потому что мне сейчас интересно не это. А мне сейчас интересно, что делать, когда С не равняется. А вот что делать. Здесь С будет прибегать значение от единицы до П минус единицы. Теперь будет зида в степени С. И здесь будет сумма. Только, ребята, я возьму А от единицы до П минус единицы. Дело в том, что если здесь А равно нулю, все равно символы лежат на нулевой. Поэтому это можно пропустить. И здесь напишу так. А в квадрате С от их минус один по П. Наверное, уже стало понятнее, чего я хочу. Я хочу разобраться вот с этой суммой. И я хочу сказать, что вообще-то А квадрат по П это всегда единица. Поэтому на самом деле здесь интересно только вот это. То есть А квадрат я на самом деле сломаю просто вычеркнуть. Более того, С разделить на А, когда С не нулевой, пробегает ровно то же самое множество, что и само А. Поэтому я могу все это переписать следующим образом. Та же самая сумма. Кстати, А спокойно можно считать, что пробегает значение от единицы до П минус единицы. Потому что нулевое слагаемое. И в таком случае А квадрат выкидывается. То есть это будет просто минус один по П. Отлично. Плюс сумма. То есть на самом деле это будет П минус один раз. Такой вот символ. Сумма. С пробегает значение от единицы до П минус единицы. Сида в степени С. Сумма. Единица меньше или равно П. Меньше или равно чем П минус один. Я напоминаю, П это С разделить на А. А здесь стоит символ. П минус один по П. Ну, отлично. Теперь уже вполне видно, что получается. Заметьте, вот эта внутренность совершенно не зависит от величины С. Так что можем сказать следующее. Вот если здесь поставить суммирование от нуля до П минус один, то будет просто сумма всех без исключения символов ежалка. А она равна нулю, потому что квадратичных вычетов ровно столько же, сколько квадратичных и вычетов. Значит, на самом деле, вот эта вот сумма, без исключения, просто вот эта сумма, это со знаком минус взятый символ минус один по П. Потому что, повторяю, если вместо проекта взять ноль, то будет минус один по П. Если он добавишь к сумме, то получится ноль. Значит, на самом деле, здесь вот эта. Отлично. Отлично. Я вам теперь буду переписать все это. Получается, П минус один умножить на символ минус один по П. Так, это понятно. Дальше, с минусом, минус один по П умножить на сумму всех степеней, когда показатель степени пробегает от единицы до П минус единицы. То есть, мы берем все корни из единицы, кроме ситом нулевым, то есть, кроме числа один. То есть, на самом деле, сумма это минус один. Ребята, ну, эта сумма, если равна минус единице, то на самом деле, ее можно зачеркивать и написать здесь плюс. И мы получили ответ. П умножить на символ из минус единицы по П. На самом деле, можно было вспомнить предыдущие лекции и понять, что ответ к тому же и так получали. Поэтому, я сейчас это делал не для того, чтобы получить какой-то новый результат. Я могу сослаться, да? Но просто, если вы ее плохо помните, то от того, что я сошлюсь, легче вам не станет. Вот сейчас на доске такое стандартное в этой науке вычисление. Если вы знаете квадрат числа, то, собственно, число – это корень из этой величины. Вот, если П сравнилось с единицей по моте 4, то тогда, по этой формуле, у вас Ж1 в квадрате будет просто П. То есть, когда П плюс 1 делится на 4. И это будет у вас минус П, когда П минус 3 делится на 4. Когда П делится на 3, 2, 3, 3, 4. Ребята, в точности соответствует тому, что в одном случае, когда я его рисовал для П равна 5, у вас получился ответ на корень из 5, но более-менее это. Мы не могли точно это рисовать. Вернее, да, для 5, если бы мы вспомнили эту тарту геометрию, то мы могли бы все это точно делать. Я просто поленился тратить время, но вообще-то, пусть на 72 градусов, все такое, можно посчитать, получился бы. Получилось то, что надо. Но так, для других, ничего так простых чисел, в одном случае получается корень из П. И Гаусс доказал, что действительно ответ это такой. В первом случае это корень из П, да, вот в этом случае. А во втором случае ответ это и корень из П. То есть, оказывается, надо брать корень из П плюсом, и здесь надо брать и корень из П тоже с плюсом. Продолжение следует...